Вот знаете, друзья, Simple Car Crash это, конечно, очень оференная игра, да, и по ней выходят, как бы, ну, достаточно часто ролики, там, да, рубрика какая-то, какие-то тесты, но, вот, чего-то не хватает, вот, прям, вот, чего-то, вот, того, что, вот, вы любите. Многие, возможно, спросят, ну, типа, а что, рубрика вызов принят, она появилась, тесты есть, обзор обновл, был, что еще надо, возможно, кто-то догадается, и я, ну, для тех, кто не догадался, скажу, то, что слишком уж давно не было каких-то рпшек, ну, и сегодня, собственно говоря, это, ну, я буду исправлять. Всем привет, дорогие друзья, с вами Dragon, и сегодня мы будем вытворять такую дичь, в общем-то, ну, для начала, приятного аппетита, кто кушает, и приятного просмотра, ну, а мы переходим к сути. В общем, у нас два молодых, скажем так, пацана на восьмерочках устроили ДТП, вот так случилось, то, что ехали, ну, по трассе было две машины, и две машины, получается, вот эти наши молодые ребята. Один врезался, в общем-то, в машину деда, когда он перестраивался, уже собирался ехать, вот, заворачивать вниз, и врезался ему в срапу. А второй, в принципе, мы видим, вон, там, где-то вдали, вот это, если что, это вот полицейский, вот на черных таких машинах, вот. Другой, в общем-то, вылетел навстречу, ну, увидев то, что вытворил, как бы, его друг, он, чтобы в него не врезаться, он случайно вылетел навстречу и не увидел, что там едет Нива. Нива, по факту, похрену, но в восьмерке как-то немного печально. Но, у нас есть трафик, состоящий из пяти, ну, что более-менее было по фпс, да, и как бы вот здесь у нас стоит пять машин, там, по-моему, четыре машины. Вот, и все они врежутся, получается, они, вот, ну, не успели сообщить, потому что это трасса, как бы, и, получается, не успели сообщить о том, что там у нас случилась авария, вот. Вот он видит такой, оп, останавливается, и, нет, все-таки, все-таки врезался. Ну, в принципе-то, он, кстати, целый. Немножко поскрянул, куда-то вот полицейская машина уехала, это прям жесть какая-то. Так, что у нас? У нас дальше едет Саныч. Он после леса просто на расслабончике едет, видит, опа, ни хрена себе, и быстро тормозит. Трава зацел, потерял, бам, и все. Ну, да. Разбил фару, да, на восьмерке отодвинул копейку, которая тоже ехала, и, получается, сам он, в принципе-то, никаких увечий себе не сделал. Здесь едет, вот, Василич. Василич после охоты уже там мяско себе заготовил, и в багажничке там, вот, и мечтает. Замечтался так, что он просто не увидел пробку, и вот просто вот это, в общем-то, вытворил. Конечно, тут жесть полная, потому что там просто досталась хорошо машина. Ну, одна, вон там, восьмерка черная, она вообще уехала куда-то, остальных просто раскидала. Вот, собственно говоря, у нас здесь едет Петрович. Петрович нормально, на позитиве такой, едет себе хорошо ему, вот. Но, ну, он же попивает, как бы, да, он увидел и врезался. Он вообще не понял, он просто вышел, увидел, что его копейка целая, и просто отправился дальше. Но, перед тем, как поворачивать, он не заметил. Он просто врезался в другие машины. Тут едет у нас Маруся. Тетя Маруся, и самая известная женщина тут вообще в этих округах, которая, ну, продавщица, в общем-то, и всем дает в кредит. Но, собственно говоря, она тоже ничего не заметила, потому что, ну, губы красила. Губы она красила за рулем, вот. И не заметила. В принципе, ну, немножечко так поцарапала, а так в целом, ну, нормально, нормально. Так, а там... А, дед, то есть, решил, походу, свалить, да? Я понял. Ну, вот. У нас дальше едет... Ну, какой-то гражданин просто на белый. Депутат, возможно, какой-то. Вот. А депутаты у нас что? Как правило, они, ну, любят полихачить, скажем так, если они за рулем. Вот он, собственно говоря, точно так же и делает, и просто не справился с управлением. И, кстати, вот это было жестко. Потому что просто перец несло. По крайней мере, его половина. А там, в полицейской машине, кстати, очень все плохо стало. А на дороге, кстати, вообще, ну, все шикарно. Вот. И у нас как раз вот такие адекватные водители. Вот на такой гламурной машине. Он едет синенькой. Вот. Молодой пацан взял копеечку в кредит и просто хреначит, хасанит, я бы сказал. Вот. И просто проезжает, кстати говоря. Но его, конечно, в конце занесло, но ни хрена себе. Самое главное, что он никуда, ну, его занесло, но он никуда не врезался. Соответственно, он даже участником ВПП не стал. Вот. Дальше у нас едет, ну, еще один гражданин, тоже, видать, друг. Вот того, кто на копеечке. Вот. Тоже похасанит, ну, восьмерочка-то как бы покруче. Вот. Поэтому тут просто вот так, хоп, 360 и погнал дальше. Но 360 немного не получилось. Ну, да. Ладно. Зато припарковался рядышком. Давайте посмотрим вообще, что у нас по повреждениям машин. Значит, восьмерочку, ну, в принципе, она более-менее живая. Получается, у нас перед пострадал немного, там бампер поменять надо. И, получается, задница. Задницу замяло, тоже бампер, багажник. Крышку багажника, скорее всего, надо менять. Хрен знает. Ну, и фар. Дальше у нас вот дед. Дед вообще следнял дальше всех, как бы от этого ужаса. У него, в принципе, как изначально были, ну, немного багажник помялся еще сильнее. А так, в принципе, все как и было. Значит, гражданин в полицейской форме у нас, в принципе, остался. Ну, там царапинки, возможно, какие-то и были. Это что, вот идеальный такой ракурс. Просто прекрасно. Так, ну, тут, кстати говоря, просто произошла какая-то жесть. Задницу, кстати, смяло хорошо. Это как раз вот от Нивы, по-моему. По-моему, от Нивы. Вот. Но, ну, тут, в принципе, все выжили, скорее всего. Потому что скорость не такая большая была. Значит, у нас вот этот гражданин, он, в принципе, тоже целый. Вот. А дальше у нас, получается, Нивасик. Ну, так, он даже не пострадал, он просто откатился. И все, больше повреждений как бы нет. Целая машина. Значит, копеечка. Ну, передок немного помялся. В принципе, машина дальше целая. Так. Угу. Нормально. Восьмерочку тоже так в жопу-то кто-то ему въехал. Так. Тут передок все плохо. Вместе с задницей это тотал. Можно сказать. С этой машиной просто прекрасно. Они просто немножечко даже не соприкоснулись. Миллиметр их просто остановился. Значит, тетя Маруся. В принципе, ну, передок надо немного будет подшаманить. А так, в целом, нормально. Тачка депутата, в принципе, нормальная тоже, в целом. Так. Ну, и тут у нас два участника, которые не попали в ДТП. Давайте все по-новому сделаем, да. Переключимся. Респаун. Я зачем-то нажал переключиться. Ну, да. Ладно. Вот этот респаун. Опа. Охренеть. Просто разорвало машину. Не, ну, это жесть. Это просто жесть. Машина все. Машина разваливается. Я понял. Респаун. Переключиться. Так. А, ну все, я сломал, походу, машину. Нет. Респаун. Так, давайте тогда отъедем отсюда. Четыре машины. Тут, получается, у нас тоже четыре машины. Итого восемь. Просто туман. Никто ничего не видит. И просто раз, увидел. Жопой въехал, да. Неприятно, соглашусь. Такое, на самом деле. Так, да, у нас немного поменялись персонажи, получается. Значит, у нас Сталян едет. Ну, взял машину в кредит. Туман. Фары. На дальний. Оп. А пока включал, то уже все. Конец. Ну, неприятно, соглашусь. Машины куда-то опять уехали. Дальше поехал вот такой вот родной. Тоже. Ну, он вообще выключил фары. И вообще ни хрена ничего не видит. Вот. Выехал навстречку. Такой, ох, ни хрена меня что-то. Навстречку вынесло. В итоге просто-напросто влетел в другие машины. Ну, и лесничий охотник, который хочет, ну, уже, он уже, знаете, мечтает о том, что, ну, сейчас шашлыки поест, вот, все хорошо будет. Вот. Ну, и на самом деле практически все проехал, но собрал две машины. Печально, грустно. Да. Походу, сегодня не до мяса будет. Это вопрос, ну, как бы, как добраться домой. Потому что живет-то он далековато. Дальше у нас тетя Маруся немного повысилась в должности, так сказать. Ну, цены стали выше. Вот. Она купила синиву вместо ухемюрочки. Потому что, ну, надо же как-то зарабатывать. Вот. Она не увидела, она просто зацепила. И... Все. Как бы... Тетя Маруся опять... А, ей просто повезло. Ну, и три у нас, что там, три последних гонщика. Это просто шикарно. Вот просто вот так, Хасаня, да. Как бы тумана им похрен. Им пофигу. Вот. Как бы, туман, не туман. Какая разница. Вот. Главное, по Хасане, чтобы красиво было. И по... Я только хотел сказать, что его... И, по-моему, они идеально так проехали. Но нет. Все-таки они стали участниками ДТП. И вот, как бы, его дружок. Тоже вот Хасаня. Он как бы... Он как бы его вообще не видит. Своего друга. Но как бы тоже Хасаня. Вот. Ну и посмотрим, собственно говоря, к чему сейчас это просто приведет. По-моему... Занесло, пацана. Он проехал. Он там задел, конечно, немножко там... Так сказать, отбойник. Но он проехал. Повезло, пацану. Ну и, получается, сосед. Их сосед, который их увидел, получается, там где-то на дороге. И он, короче, решил за ними просто поехать. Как бы дед уже старый. Хотел устроить гоночку, как бы, напоследок. И, в общем-то, что из этого выйдет... Да ладно. Слушайте, а Дедоктор нормально так показал? Он не... Ему повезло. Он просто как-то проехал. Погнали смотреть на повреждения. Значит, повреждений, в принципе, нет. Немножечко бампер, возможно, там поврежден. Да, загнулся, но это не страшно. В основном фару поменять. Ну, и жопу тоже. Потому что жопу так хорошенько помяло. Значит, участник, виновник, который вылетел навстречу, он у нас зажат. Я бы так сказал. Но зато задница, по-моему, там целая. Ну, передок немножечко, да, поискривился. Так, тут у нас... Он, в принципе, вообще шикарен. Он может просто домой ехать. Тут вот не повезло, не повезло. Я не помню уже, что с ним произошло. То ли к нему в жопу кто-то въехал, то ли что. Но пострадала задница хорошо. А тут чисто лампочку поменять, да и все, в принципе, можно ехать. Сотрудник полиции, в принципе, как стоял тут, так же и стоит. Другой же сотрудник, ну, ему не повезло. Другому он вообще нифига, он уехал-то. Далековато. Передок так скосило, ну, да, мне кажется, стойку немного, возможно, погнуло, и ехать проблематично будет, потому что, скорее всего, колесо будет цеплять сейчас бампер. Значит, у нас вот этот полицейский, он цел, он тоже цел. Ой, ну, тут вообще, ребята, плохо. Ну, тут перед целый, как бы, вот так, если, вот так, даже под таким ракурсом фоткать, в принципе, но. Но с жопой, конечно, беда прям хорошая, такая конкретная. Тут, в принципе, фары все полопались, разбились, бампер новый, в принципе, купить. А, тут перед же, точно. Да-да-да. Ну, ее, мне кажется, только утиль, потому что, мне кажется, проблемы там хорошие будут. Так, восьмерочка, тут крыло погнуло, во-первых, и, во-вторых, в принципе, это больше ни хрена и нету. Значит, лесничий у нас, навряд ли он уже будет есть мясо. тетя Маруся, просто погнуло бампер немножечко так, крыло, да и, ну, в принципе, для него это хрень, она может дальше ехать. Вот, гонщик наш, в принципе, на такой скорости, ему повезло, погнуло бампер, решетку, ну, радиатора, фару разбило, соответственно, в принципе, жить можно, ездить тоже можно, можно прямо сейчас. Вот, ну и два счастливчика, получается, которые просто каким-то чудом они проехали, хотя я ехал вслепую. Вот, а на этом, я думаю, мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто этого до сих пор не сделали, ну и пишите крутые комментарии, я их всегда лайкал. Ну, а на этом, ребят, у меня все. Всем спасибо и всем пока!